Продолжение следует... 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 теоретически они остаются на поверхности но нанести вред уже не могут потому как они превратились в неактивные формы в этом случае мед может использоваться как на очаги асептического воспаления так и случае если там есть какая-то патогенная микрофлора и это здорово это знали раньше используя мед с такой целью что еще дает такая концентрация меда если мед нанесли достаточно толстым слоем мед очень плохо проводит тепло а соответственно создает эффект прогревания поверхности которую им обработали в этом случае вы получаете фактически медовый компресс это также здорово особенно при хронических воспалительных процессах когда часто не хватает достаточного кровообращения чтобы этот процесс завершить что еще какие свойства дают вот такие концентрированные сахара меду он хорошо удерживается на той поверхности на которой он находится в этом случае мед может выполнять роль вещества которые удерживают другие биологически активные вещества на поверхности для того чтобы они реализовали свое действие при попадании в организм что дают простые сахара безусловно энергию и первый орган который может эту энергию меда использовать в полном объеме это печень печень очень откликается на углеводную нагрузку усиливая свою активность если же вы с медом переборщили съели его слишком много не беда мед попадая в кровь достается работающим клеткам правда если меда было слишком много или исходный уровень сахара был повышен увеличивается пропитка фактически простыми сахарами эритроцитов они сложнее циркулируют кровеносном русле и вас появляется легкая усталость и это не самый лучший компонент потому как в этом случае перебор с медом может провоцировать повышение артериального давления ухудшение общего самочувствия если же мед вы используете правильно то работают все и очень хорошо реагирует на мед мозг особенно у женщин и женщины у них повышается работоспособность где-то уменьшается элементы депрессии и это также очень здорово потому как меду помогает работать в этом случае компонент номер два о котором я расскажу прямо сейчас компонент номер два в меде это вода учитывая то что пчелы обычно собирают мед в экологически чистых регионах где выше концентрация цветов и меньше концентрации автомобилей и промышленных предприятий то это экологически чистая вода и пока ее содержание в меде относительно невелико а в среднем содержание воды это 10 12 20 процентов разные виды меда содержит ее в разных количествах но в любом случае такое невысокое содержание воды в меде обуславливает его применение местное и действие будет преимущественно местное как только содержание воды в меде увеличится а это может произойти по действиям пищеварительной системы человека когда вы просто съели мед это может произойти если вы к меду добавили воду чай молоко любые другие жидкости в этом случае появляются или проявляются другие свойства меда которые можно изменить действие тех жидкостей с которыми он попадает в организм но об этом как применять мед в различных ситуациях вы узнаете чуть позже а пока я расскажу о компоненте номер три мнение о лечебных свойствах которого диаметрально противоположные часто а я вам выскажу свое и вы его узнаете прямо сейчас а на третье место по значению я бы поставил белки которые содержатся в меде вернее белки ферменты а если еще точнее пищеварительные ферменты пчел есть мнение что мед должен поступать в организм в холодном виде ни в коем случае нельзя подогревать мед иначе потеряется активность этих ферментов и биологические свойства меда практически растает оно то конечно да оно то конечно интересно но если не дай бог пищеварительные ферменты пчел замечу не одной пчелы а сборный пищеварительный фермент от разных пчел одного улья а их там десятки тысяч пройдя пищеварительную систему вернее попадая в нее не переварится не расщепится до аминокислот будет беда чужой белок попадая в кровь это равно аллерген если у вас белки которые содержатся в меде полноценно не переварится это беда вы попадаете на аллергию и теряете очень ценный продукт питания под названием мед конечно сам по себе мед содержит еще один белковый компонент от которого очень сложно его избавить практически невозможно если это натуральный пчелиный мед это пыльца пыльца в различных источниках меда присутствует практически всегда если белки пыльцы не способны будут принять ваша пищеварительная система не сможет их переварить попадая в кровь они вызывают аллергическую реакцию и вы вновь вынуждены исключить очень ценный продукт питания под названием мед из своего рациона поэтому не белков нужно бояться вернее не нагревание нужно бояться а нужно правильно использовать вашу пищеварительную систему для того чтобы содержащиеся в меде белки были полноценно расщеплены до минокислот как это делать правильно вы узнаете чуть позже в этом видео а пока вы узнаете о компоненте номер 4 который также содержит мед и он очень важен особенно если мед свежий об этом узнать прямо сейчас на четвертое место по значению в меде я бы поставил витамины макро и микроэлементы их количество относительно невелико в меде именно потому место только четвертое более того активность витаминов а это витамины группы b про витамин а витамин е она постепенно теряется и практически если мед жидкий активность этих витаминов еще можно ощутить если мед засахарился они окислены компонентом номер один ведь и глюкоза и фруктоза обладают хорошими окисляющими свойствами именно поэтому бактерии не могут съесть мед но содержание меда вернее у биологическое значение постепенно снижается именно потому я и не выделил эти компоненты объединил их в одну линейку понимая что их значение на уровень здоровья человека практически очень минимально и учитывать их в рационе даже если вы мед используете в приличных количествах очень сложно практически невозможно поэтому место только четыре а сейчас я перейду к тому как же использовать мед в лечении тех или иных заболеваний как же правильно использовать мед в лечении тех или иных заболеваний если у вас есть боль в горле а ее чаще все вызывают танзелит либо фаренгит вам в основном нужны местные лечебные свойства меда их реализовать очень просто вы берете любой мед который у вас есть под руками любой как по названию так и по его возрасту и жидкий подойдет и засахарившиеся принципиально одно вы берете мед буквально на кончике ножа проглатываете небольшими порциями со слюной перемешивать не нужно слюна в данном случае ваш враг а не помощник взяли немножко меда и языком фактически разносите по воспаленной поверхности попадая на которую мед отнимает влагу уменьшает воспаление и заодно подавляет активность патогенных микроорганизмов индикатор эффективности это появление легкого першения многие знают это чувство когда переедается мед вот такое першение это индикатор того что мед оказывает свое лечебное действие но его можно усилить особенно у тех у кого кроме этих диагнозов они знают что есть еще гайморит есть ринит в данном случае нужна йоговская поза льва в моей модификации что вы делаете вы берете любую ровную поверхность это может быть блюдце это может быть тарелка это может быть семейное блюдо чайная ложка меда в данном случае мед должен быть либо жидким и вы его размазываете по этой поверхности если у вас мед засахарился вы нагреваете тарелку от струи горячей воды и на нагретую поверхность наносите засахарившийся мед он тоже станет жидким принципиальные условия не должно быть крупинок крупинками вы поцарапаете язык и все лечебные ваши действия будут сведены практически к нулю далее вы берете выбранную поверхность смазанную медом руки и вылизываете вылизывать нужно тоже правильно вы делаете одно движение вот сколько меда попала на язык вы этот мед проглатываете до того момента пока ощущение вкуса меда во рту исчезнет как только ощущение что мед уже покинул рот появилась вновь делаете следующее движение более подробно как это делать правильно и в комплексе какие другие мероприятия нужно совершать у меня есть такое видео наберите там как лечить боль в горле насморк кашель там более подробно об этом есть а сейчас я расскажу о том как правильно использовать мед при наличии трахеобронхита это имеет свои особенности и об этом вы узнаете прямо сейчас если вы надеялись что боль в горле пройдет самостоятельно а ваша иммунная система оказалась не на высоте к фаренгиду может добавиться трахеит трахеобронхит и что же делать вам если вы понимаете что следующий этап это практически воспаление легких нужно усилить лечебное действие или хотя бы его начать и к предыдущему рецепту то есть чайная ложка меда на плоской поверхности вы добавляете капельку сока лука чеснока или настойки календулы зверобоя эвкалипта выбор растительного антибиотика зависит от того есть у вас на него аллергия или нет но использовать нужно вместе с медом и с частотой один раз каждые полтора два часа в этом случае у вас есть шанс справиться с воспалительным процессом самостоятельно и начать применение антибиотиков которые при развитии воспаления легких очень реально назначаются но одного этого вам может не хватить и нужно вспомнить что анатомически трахея и пищевод находится рядышком и то что проходит по пищеводу неизменно действует на трахею часто трахеид трахеобронхит развивается после того как люди пили неумеренных количествах холодные напитки а был это квас было это какая-то вода были какие-то другие источники может быть много мороженого несущественно но холодное содержимое проходя по пищеводу снижает иммунитет в начальных отделах органов дыхания и в трахеи здесь может развиться воспалительный процесс и вам нужно вернуть тепло своему организму как это сделать проще всего нужно согреть ваш пищевод здесь включается очень простой способ очень простое средство это теплое молоко лучше с медом почему именно молоко а не вода все-таки молоко с медом обладает большей вязкостью то есть иными словами когда вы небольшими глоточками будете проглатывать молоко она проходя по пищеводу будет согревать пищевод и усиливать иммунитет вы трахеи прилив крови к трахеи вызывает повышение местного иммунитета и тем бактериям которые там развиваются будет очень не сладко частота глотаний она зависит от того сколько времени находится содержимое в пищеводе обычно через пищевод пища проходит 15-20 секунд иными словами вы горячее молоко должны глотать частотой один точек небольшой в минуту таким образом вы будете поддерживать хороший иммунитет вы области трахеи достаточно продолжительное время и можете рассчитывать на то что воспалительный процесс который там развился ваш организм с ним справиться самостоятельно безусловно неплохо было бы потери тепла из этой области ограничить то есть компрессы любые просто даже согрели просто укутали положили шерстяной шарфик на область грудины и вы таким образом тоже помогли своему организму справиться с таким не самым простым очагом инфекции а вот что делать с другими заболеваниями о которых я обозначил в этом видео вы узнаете прямо сейчас если вы знаете что у вас есть хронический астрит гастроденит правильное употребление меда диктует секреция желудочного сока если она повышена мед употребляется с теплой водой если нормальная либо снижена лучше употреблять мед с прохладной водой в этом случае вы дополнительно регулируете и секреторную способность желудочного сока а соответственно и условия для переваривания пищи в последнем случае очень хорошо использовать мед чтобы он не стал в конце концов аллергеном уже поддерживать кислотообразующую функцию желудка способность вырабатывать нужное количество пищеварительных соков и не пропускать белки в пищеварительную систему дальше потому как иначе разные виды белков содержащиеся в натуральном меде могут стать аллергенами попадая в двенадцатиперстную кишку мед безусловно действует и на условия переваривания пищи там и часто хронический панкреатит говорит нет потому как не всегда хватает ферментов для того чтобы полноценно доварить те белки которые находятся в меде а вот печень чаще всего говорит да будь она здорова будь там явление гепатита она прекрасно откликается на такую углеводную нагрузку и лучше участвует в обменных процессах лучше очищает вашу кровь вот при наличии жирового гепатоза не очень хорошо печи откликнется на эту ситуацию и чаще всего употребление меда повышает уровень сахара в крови и это основной механизм или один из основных механизмов повышения уровня сахара в крови при наличии сахарного диабета второго типа но при сахарном диабете мед можно использовать при условии что он компенсирован то есть сахар крови находится в районе 6 миллимоль на литр если вы мед используете небольшими порциями и натощат в этом случае сахар в большей степени будет использован вашей печени и в меньшей степени будет повышать сахар периферической крови и вызывать осложнение со стороны сосудов в различных органах и систем и в этом случае даже при сахарном диабете вы от меда получаете только пользу вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео поставить на него лайк я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас на новых встреч на моем канале